До того, как Ярмак стал известен, он и представить не мог, что когда-то будет по праву считаться одним из самых ярких и известных рэп-исполнителей интернет-простора. До того, как Ярмак стал известен, он и не догадывался, что после девятого класса начнёт сам зарабатывать себе на жизнь, не клянча денег у родителей. До того, как Ярмак стал известен, он и не подозревал, что его клип станет в своё время самым просматриваемым русскоязычным клипом на YouTube. Добро пожаловать на Телблогнет, и сегодня мы расскажем вам о жизни Ярмака до того, как он стал известен. И кто это у нас здесь? Ярмак! И что вы нам покажете? Шоу! Популярный украинский исполнитель рэпа Александр Ярмак, более известный под одноимённым творческим псевдонимом Ярмак, родился на Украине в городе Борисполь, и на данный момент ему 24 года. Жизнь разнесёт, а я буду лететь туда, где родился чудом. С ранних лет его кумирами были такие известные рэп-исполнители, как Eminem, Basta, Kasta и Center. После покупки первых кассет с рэпом, кофты с капюшоном и белых кроссовок Nike, о которых Саша давно мечтал, он ещё глубже погрузился в уличную культуру. Подражая стилю американских рэперов в одежде, ребёнок подражает и увлечённости музыкой. Уже с 12 лет Саша пробует себя в чтении рэпа и тогда же знакомится с программой для создания музыки EJ Dance Station 3, которая позволяла делать биты для его песен. Ты плотно встал и поднялся круто, не забывай, кто ты и откуда. Но в итоге мальчик, у чьи родители были крайне недовольны увлечением отпрыска, приходится на какое-то время забыть о рэпе. Сашенька начинает заниматься футболом, причём профессионально. Серёга, выложи сигарету, ты что прикалываешь? Если тебя удалят, тебя некем заменить. А также посещает секции по боксу и баскетболу. Но старые интересы дают о себе знать. Параллельно с этим он начинает увлекаться брейк-дансом и через некоторое время неплохо танцует в этом стиле. Без сомнения можно сказать, что Саша рос самым настоящим остряком, не желавшим молчать в случае чего. Это доставляло ему массу проблем, но, как говорится, плюсы есть всегда, и их видеть просто нужно. В армию не взяли, селезёнки нету, потому что так, что свои плюсы есть, во всём их видеть просто нужно. В старших классах, благодаря такому характеру, его приглашают в КВН, и он быстро вливается в коллектив, успешно выступая в команде. Сходи, разузнай, разведай всё, а мы тут пока тебя подождём. Продолжая учиться в одиннадцатом классе средней школы, Александр берётся за старое и начинает вновь сочинять рэп. Он использовал каждый момент, пока не вернулась мама с работы, чтобы перед зеркалом подражать своим русским кумирам Касте и Басте. Старт и финал, деньги и криминал, вспоминай имена, это кто? Это мы снова! После окончания общеобразовательной школы Санёчек поступает в Киевский авиационный институт, но, несмотря на сугубо техническое направление и специальность механика самолётов, творческий процесс только набирает обороты. Учась в ВУЗе, он продолжает принимать активное участие в КВН и выступает за команду, которая смогла дойти до финала Украинской лиги. Друзья, украинским гаишникам стало мало дорог, поэтому они решили взять под контроль и небо. Итак, смотрим первый авиагаишник. Кроме того, Сашуня устраивается ведущим на развлекательный радиоканал, лишь для того, чтобы воспользоваться аппаратурой для записи своих треков, которая практически сразу же выкладывает на собственную страничку ВКонтакте, а позже дублирует на Ютьюб. Расскажи, Смегурочка! Не было! Расскажи, Камилы! Не было! В 19 он выступает на разогреве у Басты, а позже и у Нойз МС. Что там, 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 яйца, права, на руки! В свои 20 публикует первый клип «Педороссия», который за одну ночь набирает свыше 50 тысяч просмотров, а уже через две недели количество просмотров переваливает за отметку в миллион. Да что же это такое? Вроде пол не слабый, но последнее время мужики как бабы. Невероятно, но уже в следующем году окрыленный успехом исполнитель презентует первый альбом «Я с Ютуба». И еще в свет выходит несколько удачных видеоклипов. Армия фанатов растет, и теперь уже более известный музыкант решает порадовать поклонников вживую, отправляясь в тур по Украине. Неудивительно, что у него появилась такая популярность среди молодежи, ведь в своих треках Саша затрагивает темы по-настоящему волнующие массы. Как говорит сам исполнитель, я всегда не умел молчать ни в школе, ни на уроках, ни на улице, если кто-то поступал неправильно и некрасиво по отношению к другим. Не сейчас, когда я еще больше погрузился во взрослый мир и успел повидать с немало жестью. Всю жизнь противостою плохим поступкам. А так как рэп это и есть музыка противостояния, я выбрал именно его. Меня прет эта свобода, прет, когда люди говорят правду, прет, когда все по-настоящему. Чуть позже Саша выпускает клип на трек, который надолго становится визитной карточкой артиста, и сразу вспоминается многими при упоминании слова «Ярмак». Сейчас этот клип собрал уже 15 миллионов просмотров на ютубе. Погастролировав, Ярмак принимается за написание нового материала, и уже через год состоялась презентация второго альбома-исполнителя под очень уже оригинальным названием «Второй альбом». И снова его клипы становятся популярными среди пользователей социальных сетей и набирают миллионы просмотров. Моя страна не упадет на колени, и города станут в гору, и поверь мне, и не помешает нам никто свободой напиться, пока в каждом из нас живет душа украинца. На данный момент Ярмаку 24 года. В его копилке два сольных студийных альбома, два альбома в составе группы «Стольный град» и около 20 видеоклипов, набравших за короткое время миллионы просмотров. Параллельно с этим Ярмак выпустил юмористический сериал «Как закалялся стайл», который был тепло встречен поклонниками. Ты чё, все бабки, которые на учебу потратил на проститутку? Нет. Я все бабки, которые были на учебу, потратил на учебу. На ее учебу. Но это уже совсем другая история. А это была история Ярмака до того, как он стал известен. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных и западных звезд. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.